Существует проблема с детьми из распавшихся семей. Что у нас в стране происходит с ребенком, когда семья распадается? Его забирают. Забирают и потом куда? Отдают на воспитание. В приемную семью. Вот я хочу вас спросить. В этой мечети, среди вас, у скольких из вас есть приемные дети, которых вы воспитываете? Опекаете. Есть опекуны, у которых на попечении дети? Не ваши. Вы взяли их. Например, в приюте. Поднимите руку. Причисто Аллах. Один. Машаллах. Брат, ты герой всей этой общины. Знаешь, почему я так говорю? Мы видим, что тысячи детей мусульман, и нигде их не приютят. У многих мусульман нет подобающих условий дома, чтобы ребенок мог нормально развиваться. Нет таких условий. И их забирают. И происходит это иной раз из-за мелочей. Забирают детей. И ведь не мусульмане этих детей воспитывают. Среди мусульман лишь несколько таких, которые воспитывают чужих детей. Знаете почему? Никто не говорит об этом. Это первое. Второе. Мы не готовы к этому. И наши дома к этому не готовы. Принять кого-то. Не готовы. В каком смысле? Я в прошлый раз это говорил. Как-то к другу прихожу, а у него дома двое детей. Мальчик и девочка. Брат и сестра. Я такой, ааа, машаллах. Маленькие дети. Это, говорит, приемные дети. Я говорю, ааа, причисто Аллах. Он мне объяснил. Я это знал уже, но приятно было услышать снова. Прекрасные дети. Что у них случилось? В семье это другая история. Вот почему я говорю, что мы не готовы? Вот исламского нрава. Нет в нас. Даже во мне. Тоже нет. Если б был у нас исламский нрав, у нас были бы лучшие дома. Детям нашим нравилось бы в наших домах. Семьи наши. Чтобы членам семьи нравилась обстановка у нас дома. Мы кричим, ругаемся, орем, голос повышаем. Этого уже хватает, чтобы понять, что не готов ты к приемным детям не сможешь ты. Ты кричишь у себя дома? Значит, не готов ты. Ты орешь. Ты ругаешься. Не готов ты. И все. Я вчера людям говорил в Брэдфорде. Хотите знать, на каком уровне твоя домашняя обстановка? Позови. Не обязательно детей брать на попечение. Позови социальную службу, чтобы она пришла и обстановку дома оценила, научила тебя, чтобы квалификацию ты приобрел. То есть, я о чем говорю? Сертификацию какую-то получить на статус опекуна, что наш дом подходит. И все. Как только так сделаете, станете лучшими мусульманами. Понимаете, да? Проблема существует. Большая причем. Как мы себя ведем у себя дома. Нет дисциплины. Ислам лучше всех нас учит. Какими мы должны быть, чтобы приемного ребенка взять? Если приемных не берете, это, конечно, не грех. Но просто иметь дома подобающую обстановку, даже если не возьмете приемных детей. Уже этого хватит, чтобы жизнь поменялась. Поменяется она. Да облегчит нам Аллах. Причем за воспитание там деньги даются. Без денег вас не оставят. Система поможет вам. Но и награду вы получаете. Вы же спасаете детей тем самым. Помогаете им. Услугу им оказываете. Но делать это надо. Дисциплинированно, красиво, достойно, с любовью. Иной раз из распавшихся семей дети с моральными качествами, неподобающими. В воспитании нуждаются они. Готовы ли мы к этому? Нет. Мы слишком заняты своими делами. Причист Аллах. Да простит нас Аллах. То есть, очень-очень важно это. Надо об этих вещах думать. Держите их в уме. Когда люди вам говорят, мол, мы воспитываем приемных детей, знайте, что это хороший дом. Иншаллах, это достойные люди. Хорошо, когда люди, когда с детьми говорят, очень хорошо думают, прежде чем сказать. Тщательно стараются подбирать слова. Смотрят за детьми. Чтоб они время проводили с пользой, достойно. Побуждают их к добру, тактично. Так-то мы в любом случае такими должны быть. А мы не так себя ведем. Грубо. И после этого ребенок уже не так будет относиться к вам. Да простит нас Аллах. Так и бывает. Боятся они нас. В итоге эти дети от других будут религии учиться. Нраву будут учиться уже у других. Учите их своим примером. Дома. Машаллах, я так рад, что сделал вам это маленькое наставление. Наставление это прежде всего для меня. Мне тоже надо над собой работать. Даже мой дом. Не готов для приемных детей. Не просто о десяти детях заботиться. Но, машаллах. Хотя бы мы стараемся по воле Аллаха. Пусть Аллах даст нам благой нрав, хорошее поведение, хорошее сердце, дисциплину. Пусть Аллах сделает нас заботливыми людьми. Чтоб мы заботились о других. Нам правда нужно это. Пусть Аллах, причисон Всевышний, приведет нас к успеху не только в этой области, но и вообще в целом, иншаллах. Пусть все человечество ведет прямым путем. Даст успех и высший рай. Субтитры создавал DimaTorzok